Привет из города Героя. В Лабытнанге с Крымского полуострова была передана капсула с Керченской землей. Экспонат Краеведческого музея на временное хранение передал житель города Сергей Скачев. Уже завтра, 22 июня, в День памяти и скорби гор с земли, пропитанной кровью солдат, участвующих в боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны, будет заложена в мемориал на площади Победы. Репортаж Светланы Кейль. Керчь – один из 13 городов-героев фашистами. Она была захвачена спустя 5 месяцев после объявления войны. Активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на Керченской земле вели подпольщики и партизаны. Неувидаемой славой покрыли себя защитники района Эльтиген, вошедшего в историю под названием Огненной земли. Десантники вели неравный бой с фашистами, проявив отвагу, стойкость и героизм. Земля хранит в себе какую-то силу. Если говорить о Керчи, то, собственно, когда было там сражение в 1942 году, то это сражение ознаменовалось таким названием, как Огненная земля. То есть все равно земля впитала в себя кровь тех погибших людей. То есть наверняка есть такой информационный какой-то составляющий этой земли, но и энергетика какая-то. Может быть, она и отрицательная, но в любом случае, может быть, прочувствуются какие-то тяжелые условия именно этого времени. Звание города-героя Керчи было присвоено в сентябре 1973 года. Этому историческому событию искренне радовался наш земляк Сергей Скачев. Для руководителя исправительной колонии номер 8 Керчь – родной город. Город, в котором он родился и вырос. В одном из путешествий по Крыму Сергей Викторович решил привезти в Лабытнанге горсть когда-то окровавленной Керченской земли. С этой просьбой он вышел на восточно-крымский заповедник. Капсулу со священной землей Торжественно передали на временное хранение в городской краеведческий музей. Сегодня она находится по соседству еще с одним не менее ценным экспонатом. В Лабытнангах капсулу с землей из Брестской крепости заложили в 70-ю годовщину Великой Победы. Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, этот ритуал вновь будет совершен. На мемориале славы на Победой площади появится напоминание еще об одном городе-герое, о месте с ним подвиги советских солдат. Почтить память павших на полях сражений, а заодно стать свидетелями исторического для города события, может каждый. Митинг о Дню памяти и скорби состоится завтра, ровно в полдень. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Временисное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова